Део Матис двигался по сибирскому тракту со стороны компрессорного завода. Женщина, управлявшая малолитражкой, намеревалась свернуть налево, в сторону улицы Арбузова. По ее словам, она остановилась на трамвайных путях и стала пропускать встречные автомобили. Сначала поток один прошел, я подождала, потом следующий поток, там стоял светофор, все дружненько встали, я тихонечко стала проезжать, а он не останавливая, прям на скорости не знаю какой, меня задел по касательной. Водитель Мазды, пытаясь уйти от столкновения, резко вывернул руль вправо, но японский на марке все же задел Матис по касательной. Повреждения от этого оказались несерьезными. Однако после того, как Мазда заехал на высокий бордюрный камень, у нее оторвал защиту двигателя. Как говорит водитель на марке, точно оценить нанесенный его автомобиль ущерб можно будет только в автосервисе. Он предполагает, что кроме поврежденного двигателя и коробки передач, нужно будет ремонтировать и всю ходовую часть Мазды. Ну видит, что можно же немножко притормозить хотя бы, видит, что эта самая машина проезжает, проулок все. А он все останавливает, все притормаживает, а он скорость даже не сбавлял, ее под 80. Каждый из водителей настаивает на своей невиновности. Мужчина, управлявший Маздой, кроме всего прочего, пообещал автоинспекторам предоставить запись видеорегистратора, на котором запечатлен момент аварии. По его мнению, это будет являться стопроцентным доказательством его правоты. Артем Агалаков, Игорь Безов, Эфир 24. Артем Агалаков, Игорь Безов, Эфир 24.